Вот, друзья, товарищи, опять наш канал Покемоша Лайф и новый ролик из музея поездов Ташкента. Всем привет! Мы уже рассказывали, что этот музей весьма необычен, местами спорный, но очень атмосферный. Так вот, совсем недавно мы узнали, что он вообще первый из музеев поездов, открытый в СССР. Правда это или нет? Пишите в комментах. Ну да ладно, сегодня мы посетим аппарат 1950 года выпуска «Уважаемый электровоз ВЛ-22М», ранний номер. Кстати, чекните предыдущие ролики. Там мы побывали в сверхэксклюзивном двухэтажном вагоне, а также забурились в кабину ВЛ-60К и единственного в Ташкенте вагона Р-2. Ну вот, а теперь ВЛ-22М. Пожилой грузовой электровоз, который судьба потрепала, да, потрепала. Сразу с завода в Новочеркасске машину направили на работу в Тбилиси. Через пять лет в Сухуми. Затем через десять лет в депо Синельниково, уже на Приднепровскую дорогу. Еще через шесть лет в ТЧ Свердловск-Сортировочный. И уже оттуда, в Ташкентский музей железнодорожного транспорта, который, как известно, был открыт 4 августа 1989 года. Осмотрим же пациента снаружи и затем изнутри. Тарам! Дальше, ребята. ВЛ-22М. 374-й маленький номер и с виду, вроде как, даже комплектный. Во всяком случае, оборога, фонари, прожектор, ходовка, путь очистителя. Но на токоприемниках нет полозов. Антенны тут, он видит, только кронштейны стоят. Зато резервуары на нем. Тифонов, правда, только с одной стороны. Но ничего. Но самое-то главное, машина тоже, можно подняться. Тут, вот видите, была переделка какая-то. Вон, видите, доступ сделали сбоку еще. Ну, понятно, мы подняться не можем, нет поручни, мы просто опрокинемся. Однако здесь дверь открыта. Ну, пожалуйста, заходи, дорогой товарищ, смотри. Сейчас мы это с вами сделаем, ребята. Мать! Ой! Я эти сумки еще одной рукой держу, другой рукой лезу. Фу! Во! Вот мы в кабине, точнее, на площадке ВА-22 м электровоза. Здесь, видите, поток. Вот такой транспорт. В основном, Деонекс и Шевроле. Это такие микроавтобусы тоже Шевроле. Они здесь очень распространены, вы видите. Ну, давайте внутрь. Да? Ух ты! А он чего, оригинальный даже остался? А, Шевроле? Пацаны, он оригинальный. Я сейчас сумку сниму, подождите. Фух, печек нету. Ну и хрен с ними. В общем, ребята, смотрите. На удивление, машина в состоянии комплектности даже здесь. Вот. Вот здесь вот двери, похоже, остались тоже оригинальные двери. И давайте мы посмотрим, как у машиниста здесь. Вот он, ВА-22 м. Да, точно, смотрите. Вот она, панель контрольно-измерительных приборов. Сигнальные лампы. Здесь вот 2 кВм или кВм. Это, наверное... Да нет, вряд ли это сеть. Это напряжение и ток-тягу двигателей. А здесь... Почему тут он еще третий вылезет? Здесь, наверное, какую-то отдельную штуку встали другую совсем. Здесь, конечно же, я так понимаю, манометры должны были быть. В реале панель контрольно-измерительных приборов выглядела так. Сверху ток тяговых электродвигателей и напряжение сети. А снизу манометры, цепи управления и тормозные цилиндры, и главные резервуары и тормозная магистраль. Плюс сигнальные лампы поверху. 7 штук. Кстати, вот такими были стоковые рукоятки КО на ВЭЛах Сурамской серии. Как на ТУ-2 тепловозах. Вот они, смотрите, вот такие выключатели. Кнопка щелая. В принципе, то же самое, что и на ВЭЛ-60, на ВЭЛ-80. Здесь еще в РБ было. Рукоятка бдительности. Краны. Вот такой еще, видите, кран элегантный, вспомогательный тормоза. А-ля 4 ВК. И кран машиниста. Это, не знаю, доилки, наверное. Воздух из цилиндров тормозных пускать. Ну и рукоятки, видите, тут главная рукоятка. Только, на общем-то, заблокирована. Не двигается в ноль. И, ага, тут, видите, тут, значит, шунтов. Только шунты можно давать. Он без рекуперации электровоз. То есть, вот рукоятка, только шунты давать. А главное, вот она почему-то здесь встала и не хочет. А тут была реверсивно-селективная еще рукоятка. Да. А с этой стороны, вот, видите. Вот такой обзор был. Окошко открылось назад. И вот машинист вот так вот ехал сюда, смотрел. Ну, а чего? В принципе, нормальный вид обзор-то. А коридор? Коридор, к сожалению, закрыт. Но еще линкруст сохранился, видите. Остатки линкруста. Здесь, наверное, тоже дверь закрыта, да, в коридор? Эх, жалко. Закрыто, но вон там видно. Смотрите, ребята. Остатки еще былой роскоши. То есть, машина-то еще даже не совсем и убита. Колонка, ручного тормоза. И скоростемер, видите, располагался тогда у помощников. Это еще привод остался от него. Вот, как вот механизм выглядит ручного тормоза. Смотрите, это нужно увидеть отсюда. Сейчас мы его починим. Так вот, берем. Все, починили. Видите? Починили колонку ручного тормоза. Нам время дадут тебе. И вот, заметьте, с двух сторон выключатели кнопочные. С одной стороны и с другой. Ну, тут уже бутафорские, конечно. Опять самодельные лампы проведены. То есть, здесь предлагается освещение, может быть. Вот тут классно. В зимний период или когда темно уже. Мы уже говорили, что нам очень повезло. Ибо для посетителей доступ внутрь локомотивов стал возможен совсем недавно. При этом другая кабина нашего пациента гостей так и не принимает по весьма прозаичной причине возгоранию. Вроде как в 2007 году. Оборудование кабы, увы, пришло в негодность. Ладно, хоть весь электровоз не сгорел, как собака. Да, прикольный агрегат с почти оригинальной кабой, который на минутку уже 73 года. Мы надеемся познакомиться с этим локом вам было так же интересно, как и нам. Обязательно пишите, какой локомотив из этого музея обозреть следующим. Постараемся выполнить просьбу. И вот еще что. Мы же музыкальный альбом выпустили с элементами визуализации и фантастического чтива. На канале есть, ссылочка сейчас появится. Альбом немного криповый, имейте в виду. Там дяденька один получил космическую визу, как путешественник. Поехал в космопорт, а там сунул нос куда не надо. И вот что из этого получилось. Вы посмотрите, а то как-то прям не знаю. Перед планетами неудобно. На этом позвольте сказать всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.